Я вас всех приветствую и сейчас продолжение темы по коронавирусу. Это касается каждого. Я имею ввиду не вирус, а сама тема. Как я уже говорил в предыдущем видео, что мы все зависимы. Зависимы друг от друга, от предметов. Мы окружаем себя этими предметами для взаимодействия друг с другом. Мы зависимы от обстоятельств и многих других факторов. Независимых людей в мире вообще нет. И сейчас ситуация развернулась таким образом, что мы становимся зависимыми. В этой ситуации у многих возникают и формируются различные реакции. Различные реакции на происходящие процессы. И когда говорят, например, что стоит обратить внимание, видите, в Китае уже все нормализовалось и у нас, в принципе, тоже все будет потом хорошо. Конечно, все будет потом хорошо. Но это не совсем правильное сравнение. Дело в том, что Китай это высокоразвитая, с достаточно серьезной экономикой страна, имеющая как человеческий ресурс, финансовый ресурс, технический ресурс. Страна, способная поставить на уши все население. Население, в свою очередь, довольно дисциплинированное. Как-то я наблюдал экскурсию, по-моему, в Италии, когда я был, когда привезли китайских туристов, вышел гид и по свистку они вышли из автобуса, чуть ли не по свистку они одели панамки на голову, по свистку ушли, вернулись. То есть, там есть дисциплина. Дисциплина позволяет контролировать ситуацию. Когда дисциплины нету, есть хаос, есть, условно, бардак, извините за выражение, тогда и начинается развал. Развал во всех моментах. И, ну, вот представьте себе, что, возьмем, например, там пять человек, пять мужчин плюс-минус одинакового возраста, и они переносят, ну, так вот, извините, образный, но, я надеюсь, понятный всем пример, они переносят каждый по-своему то или иное заболевание. К примеру, кто-то из них болеет обычным гриппом, например, неделю. У него повышается температура, то есть, он потеет, у него там ознобы, то есть, все составляющие он по полной программе на себе переносит. Впоследствии даже, может быть, у него и появится осложнение после этой болезни. Другой может это перенести немножко в более легкой форме, хотя, казалось бы, они почти одинаковые. Так вот, так и государство. То есть, вроде бы государство, вроде бы те же люди, те же реакции, но, в целом, в каких условиях находятся люди в этом государстве, вот это и есть, как говорится, две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому, еще раз повторюсь, вернусь к теме, что, если сейчас смотреть, например, на Китай и говорить, «Ребят, ну, смотрите, они уже выздоровели, то есть, у них уже все хорошо, ну, мы немножко сейчас переболем, но с нас только все будет хорошо». Конечно, только период этого времени и как мы это перенесем, однозначно будет отличаться от того, как это происходит в Китае. Рассчитывать, еще раз повторяю, на кого-либо, на что-либо не стоит. И мы, я сейчас говорю про тех, кто, как многих их называли, параноики, выживальщики, адаптерианцы, проперы и так далее. Люди, которые в силу своих каких-то мирозаключений, они как-то готовили себя, свое снаряжение, по-другому немножко смотрели на мир. Они являются сейчас хорошим примером. Обратите на этих людей внимание, послушайте, о чем они говорят. Конечно же, не все. Есть среди них и заглюбленные шизофреники. Вот, однозначно с позиции «мы все умрем, нас всех не спасут, все, мы переезжаем на другую планету». Ну и другие какие-либо бредни. Но в большинстве своем люди эти, имеющие какие-либо знания, а у большинства из них даже есть и опыт, информативное пространство у них гораздо более расширено в этом направлении. Остальные люди, которые не занимались этим, то есть не увлекались этим, конечно же, информированы меньше. И они начинают по крупицам собирать информацию, верить то одним, то другим, то третьим. Есть официальные источники с официальной информацией. Конечно же, уверовать в это на 100% нельзя. Нужно уметь читать между строк. То есть, если вам говорят, что «ребята, все будет хорошо», да, окей, давайте допустим, что все будет хорошо. Что это будет? Это будет вот так, вот так и вот так. Но есть, наверное, нюансы. Знаете, как я приводил как-то пример, что «Жигули» тоже машина. Но есть нюансы. Хотелось бы также сказать о том, что люди, в свою очередь, они озабочены своим собственным организмом, своим собственным «я». Ну, каждый человек, он эгоистичен в той или иной степени. И он думает о себе, о максимум своих максимально близких людях. И, соответственно, достигает той определенной степени мотивации, когда эта забота, обеспокоенность и эгоистичные отношения может перерасти в нечто большее. В нечто большее с последствиями как для окружающих, так и для него самого. Ну, давайте посмотрим на такую ситуацию. Некоторые говорят о том, что нужно сейчас как можно меньше перемещаться в пространстве, где есть люди, пребывать в этом пространстве, пользоваться средствами защиты. Но некоторые говорят, ну, мне же нужно, а особенно люди более пожилого возраста, пытаясь, например, втиснуть свое тело в трамвай, объясняя, что я не могу уже уехать полтора часа, а рядом с этим человеком пожилого возраста стоит, например, зрелый мужчина или зрелая женщина, которая сейчас, например, едет на работу конкретно по каким-то серьезным задачам. Возможно, она медработник, а мужчина, может быть, там, в какой-то спасательной службе имеет отношение. Или даже не прямое отношение, но косвенное, да, то есть при помощи его деятельности эти же спасатели способны сейчас, возможно, там провести какое-то мероприятие, опять-таки, способствующее процессу локализации каких-либо последствий, либо пойти на опережение этих последствий и так далее. Но нет же ж, они же пытаются втиснуться сейчас в общественный транспорт, войти, растолкать руками и так далее. То есть представьте себе, вот такая маленькая ситуация, давайте скатимся немножко в более примитивное состояние, в нем иногда, знаете, проще рассуждать. Вы идете по джунглям, у вас есть впереди ведущий этой группы, который, ну, чуть-чуть дальше всех видит, потому что он идет впереди, он чуть-чуть лучше всех слышит, что происходит впереди, потому что он немножко лидирует, да, и он отвечает за эту группу. И он в какой-то момент понимает, что в этих джунглях сейчас где-то там прошмыгнул какой-то хищник. И он просит всю группу затаиться, то есть он просит остановиться группу, прислушаться, сконцентрироваться, быть во внимании на нем, на происходящих процессах. И тут один-два человека говорят, нет, ну, нам же нужно идти, у нас же там впереди ручей, нам нужно набрать воды, нам нужно там вот собрать еды, мы же туда двигались, нам еще 5 километров идти, давайте идти, в чем мы останавливаемся? Он говорит, ребята, там опасность, давайте сейчас подождем, пока эта опасность минует, потому что сейчас любое лишнее движение, любое какое-либо перемещение привлекает внимание хищника, и группа, вся внимание группа подвергается серьезной опасности. Это вот такой маленький пример, как бы, да, то есть такое, может быть, некорректное для многих вас может показаться сравнение, но тем не менее понятно, что сейчас происходит вот здесь у нас. То есть человек абсолютно не думает о последствиях, он думает о здесь и сейчас. Это тоже нормально, потому что не проводилась какая-то предварительная работа, то есть население не информировано, то есть не проводились никакие-либо мероприятия, связанные с этим, да, то есть мы руководствуемся в большинстве своем какими-то своими потребностями. Потребности приводят к последствиям серьезным. Дальше. Касательно, как я и говорил в предыдущем видео, касательно того, что же нужно в первую очередь делать. Есть целый ряд уже мер, разработанных, придуманных, понятных, более того, уже донесенных до людей, что нужно делать, в какой степени это нужно делать и так далее. Но есть нюансы, с которых нужно немножечко начать чуть-чуть раньше, прежде чем перейти вот к этим серьезным, уже более там глобальным мерам. Вы знаете, как это ни странно прозвучит, но нужно быть внимательным по отношению к себе и начать с самоконтроля. Что такое самоконтроль? Самоконтроль своих привычек, своего поведения, своих каких-либо желаний, которые у вас возникают. Взвесить эти желания, насколько оно действительно сейчас важно в данной ситуации, ваше желание и его соответствующее исполнение. Насколько это действительно приведет к очень серьезным и неотложным, должно привести мерам, потому что вот вам сейчас так захотелось. Возвращаясь к теме, будучи внимательным по отношению к самому себе, вы начинаете уже способствовать в принципе тому, что вас эта тематика может коснуться все меньше и меньше. То есть эту спираль стоит раскручивать вокруг себя, начиная. Еще раз, не нужно смотреть и пытаться глобально за все человечество сейчас что-либо решить. Есть кому решать глобальные вещи, а если вы человек, как говорится, маленький и от вас, как вы думаете, что мало что зависит, нет. От вас зависит при самоконтроле, при большом внимании тоже очень много. И вы тоже являетесь маленькой шестеренкой в этом огромном механизме, организме под названием человечество. Что я имею в виду? Я имею в виду начать с внимания по отношению к себе, к примеру, даже с элементарных вещей. Каждый человек трогает свое лицо минимум 20 раз в час. 20 раз в час, задумайтесь. Потрогав рукой какую-либо поверхность, вы после прикасаетесь к лицу, к носу, к губам, потерли глаза. И вы уже в принципе попадаете в серьезную зону риска. Потому как на этих поверхностях, естественно, как вы понимаете, мог быть вирус. И вы превращаете себя в этого не зомби, а разносчика. Разносчика этой вирусной инфекции. Дальше все понятно. Мне не нужно объяснять, что и какие последствия будут на будущее. То есть здесь нужно начинать вот с того, что вас окружает. В радиусе вытянутой руки. То есть вы понимаете, вот ваше пространство, что вы в нем видите. Что на вас надето. Когда вы помыли руки. Когда вы потрогали лицо. Как вы вышли, с кем вы контактировали. То есть это все требует внимания. Это все, конечно же, в той или иной степени может раздражать. Приводить к определенным нервным состояниям, расконцентрированному вниманию на другие какие-либо важные задачи. Но это важные задачи. На сегодняшний день это важные задачи, о которых нужно подумать. О них нужно позаботиться. То есть поставить себе некий план действий на ближайший и окружающий момент, как времени, так и пространства. А именно, безопасность это прежде всего безопасное нахождение где-либо. Это первое, с чего должен начинать человек. Если он уже столкнулся с темой выживания или какой-то экстренной ситуации. То безопасность это приоритетная задача. Когда, к примеру, вы оказались где-нибудь в незнакомой для вас местности, лесу, какие-то поселки, что-либо еще не важно. То есть где-то в пустыне или в каком-нибудь странном и опасном месте. То вам нужно начинать свою тему по выживанию не с того, что вы будете сейчас есть, что вы будете сейчас пить, чем вы будете сейчас согреваться. А вы в первую очередь должны подумать о безопасности. Если вы оказались, например, где-нибудь в суровом лесу, как я и сказал, вы не знаете, что вас может убить. Да, да, убить. И причем это не обязательно должно произойти мгновенно или страшно, как-то нет. Вы можете сами себя убить. То есть человек в основном, чтобы вы понимали, в такой ситуации убивает сам себя. Да, своей беспечностью, своим бесконтрольным поведением, своей какой-то паникой, истерикой и необдуманностью действий. На самом деле, для того, чтобы, извините, я так скажу, человек просто ушел в другой мир, ему не нужно там сверх какие-нибудь воздействия. Это биомеханический объект с грудой костей, мяса, жидкости, ну, понятное дело, там каким-то серым веществом и все. И это все способно раствориться в природе. Причем как от маленького вируса, так и до большого медведя вас это может убить. А иногда просто оказавшись, просто даже ничего не делая, сделав шаг какой-либо вперед, вы можете провалиться куда-либо и также исчезнуть с этого мира. Поэтому, подытоживая вторую часть моего вступления, я хочу напомнить, что безопасность это прежде всего, потом еда, вода, информация и многое другое. Подумайте о том, что вы делаете, как вы взаимодействуете со своими руками, лицом, когда вы ходите в туалет, когда вы умываете руки, когда вы контактируете с другими людьми, с другими предметами, на которых может быть, вы же его не видите, но он есть. И он может быть, достаточно оказаться близко у вас, а потом и в вас. На этом, наверное, вторая часть тоже заканчивается. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok